Добрый день! Сегодня с вами Алматинский государственный колледж новых технологий. Урок производственного обучения по специальности швейное производство и моделирование одежды. Тема урока – обработка одношовных рукавов, соединение рукавов с изделием. Учебно-технологическая практика – второй курс. И с вами я, Сажибаева Шалпан Клышпековна. Цели и задачи урока – приобретение и совершенствование полученных знаний, умений и закрепление практических навыков при выполнении домашнего задания. Формировать у обучающихся умение преодолевать трудности при освоении практических навыков, обеспечивая развитие чувства ответственности за качество выполняемой работы. Основные виды рукавов. По покрою рукава делятся на вточные, цельнокроенные, реглан, летучая мышь, комбинированные рукава и так далее. Вточной рукав – это вид рукава, который втачивается в пройму вместо естественного перехода плеча в руку. По форме он может быть прямым, зауженным или же расклешенным. По степени прилегания – узким, свободным и широким. Рукав-реглан – это вид рукава, который составляет с плечом одно целое и соединяется по косой линии, проходящей от подмышки к шее. Рукав-летучая мышь – это цельнокроенный рукав с заниженной почти до талии линией проймы. Комбинированные рукава – это рукав, представляющий собой различные сочетания элементов рукавов на базе каких-либо двух конструкций, перечисленных выше. Рукава верхней одежды очень разнообразны по конструкции и отделке. По количеству швов они делятся на одношовные, на двухшовные с передними и локтевыми швами, на двухшовные с верхними и нижними швами, а также и на трехшовные. Рукава могут иметь различную отделку, рельефные швы, выточки, шлицу, складки, манжеты и т.д. Красивый рукав – визитная карточка любого жакета, пиджака или же пальто. Правильно втаченный рукав должен свободно облегать руку, без заломов и перекосов. Акад рукава должен быть из складочек и сборов с небольшим перекатом. Чтобы грамотно и правильно втачать рукав, нужно знать несколько правил, которые позволят вам это сделать. Как втачать рукав с жакета в пройму? Для того, чтобы правильно втачать рукав с жакета в пройму, первое, что необходимо сделать, перенести на окад рукава все метки, обозначенные на выкройке. Разделите окад рукава условно на четыре участка. Участок первый. От точки П – это нижняя левая точка оката до контрольной метки 1 – точки левого переката. Участок второй. От точки П1 – это нижняя правая точка оката до контрольной точки 2 – точки правого переката. Участок третий. От контрольной метки 2 до точки О – верхней точки оката рукава. И участок четвертый. От точки О – верхней точки оката до метки 1 – точки левого переката. Обработка нижнего среза рукава. Сложите рукав вдоль, сколите и сметайте, уравнивая срезы. Стачайте. Ширина шва стачивания 1 см. Затем удавите наметку. Шов стачивания разутежьте. Строчки по окату рукава. По окату рукава проложите две параллельные строчки, близко друг к другу, между метками, обозначающими при посаживании. Расстояние между двумя параллельными строчками должно быть 3-5 мм. Параллельные строчки должны быть проложены по припуску оката рукава и ни в коем случае не заходить на рукав. Для строчек установите длину стежка на отметку 4 и 5. Концы нитей с каждой стороны оставьте длиной не менее 10 см. Тянуть рукав по окату. Возьмите за нижние нити и слегка стяните рукав по окату, распределяя складочки таким образом, чтобы ткань припосадить не образовывая крупные складки. Если мелкие складочки все-таки образовались, немного ослабьте натяжение нити, чтобы легче было припосадить ткань по окату. Машинных строчек. Этот процесс называется припосадкой рукава. Нам нужно проложить две параллельных машинных строчки от переката до переката по верхней части рукава. На ткани дадут равномерное распределение посадки и не позволят ей перемещаться. Длина стежка максимальная 4 мм и слегка ослаблено натяжение верхней нити, чтобы легче было стягивать посадку. Первую строчку прокладываю по линии. Закрепки не нужны. Вторая строчка параллельно первой на 3-5 мм от нее по припуску. Я проложила строчку контрастными нитками, для того, чтобы вам было лучше видно. Но на изделии, конечно, лучше это делать нитками в тон. Теперь я берусь сразу за два конца ниток, либо верхних, либо нижних, но оба вместе. И начинаю стягивать слегка и распределяю сборочки. Рукав из плоского начинает превращаться в рукав, похожий на руку. Сколько стягивать? Помним, что наша цель не сборки, а именно форма. Столько, чтобы вы могли прошить по нижней линии, не закладывая никаких складочек. Теперь я закончила посадку. Вот что получилось. Рукавчик теперь у нас уже не плоский, а объемный стал. И вот это с другой стороны. Вметать рукав в пройму. Рукав сложите с изделиями лицевыми сторонами друг к другу. Искорите сначала только нижнюю часть проймы, совместив нижний шов рукава с боковым швом изделия, а также поперечные контрольные метки, полочки, спинки и рукава. Поперечную метку плеча на окате рукава совместите с плечевым швом. При метывании не припосаживайте ни рукав, ни пройму. Рукавки и пройма должны гладко, без бород, вяжать друг на друге. Сейчас я совместила центральную надсечку рукава с линией плечевого шва. И вколола булавочку, чтобы зафиксировать рукав. У меня правый рукав и правая пройма. Совмещаю центральную надсечку с плечевым швом. Вот таким образом. И теперь выворачиваю все изделие наизнанку. Размещаю таким образом, чтобы и рукав, и пройма как бы смотрели на меня. И теперь зафиксирую первую булавку вместе нашей центральной надсечки и плечевого шва. Работаю с нижней линией. Рукав смотрит на нас, он у нас главный. Вот я зафиксировала сейчас первую булавку и начинаю в обе стороны от этой булавки прокалывать пройму. На расстоянии 3-4 см калываю булавки, укладываю срез к срезу и делаю вот такое выворачивающее движение. Оно помогает нам ровнее распределить посадку. Оптимальная величина припуска по пройме и по окату от 1 до 1,5 см. Больше делать смысла нет, вам будет сложно сделать посадку, меньше будет неудобно работать. Вот таким образом я сейчас прокалываю всю верхнюю часть рукава, на которой у нас проложены две строчки. И теперь посмотрим, а что там рукав у нас делает внизу, в нижней части проймы. Попробуйте его уложить. Если вы укладываете и понимаете, что он у вас не помещается, то есть тут закладываются какие-то складки, образуется вот такая волна, это значит, что рукава слишком много и ему можно дать опуститься туда вниз и вколоть его вот в таком виде. Ну, у меня он ложится хорошо и я буду продолжать колоть по этой же самой линии. И, кстати, вот сейчас у меня шов рукава сошелся со швом, с боковым швом. Не торопитесь и вот эту нижнюю часть оката, рукава, тоже не растягивайте. Здесь посадки нет, но тянуть ее не надо, потому что она скроена по косой и легко поддается вытяжению. Вы, наоборот, старайтесь ее как бы немножко собрать. Закончили вколку, давайте посмотрим, что получилось. Вот так он у нас уютно расположился там в пройме, все красиво вколото. И сейчас мы будем вметывать. Метку рукава делаем только вручную. Начинаем шить той же самой центральной надсечки, откуда начинали вкалывать. Вот она у меня здесь прометана и надсечка тоже есть. То есть это плечевой шов. И шьем максимально близко к той линии, по которой будем шить. То есть это наша нижняя линия, по которой мы строчили. Максимальная длина стежка 7 мм 1 см. Я шью нитками катрасными, вы лучше используете светлые нитки каких-то пастельных тонов. И вот таким образом мы сейчас прометываем всю нашу пройму. Вот как это выглядит в сметанном виде. Посмотрите, какой красивый получился рукав. Очень красивая головка. Посадки в самый раз. Из-за особенностей фигуры, даже самые точные выкройки порой, приходится немного корректировать. По этой причине не пренебрегайте примеркой в процессе шитья. Если в модели предусмотрены подплечники, то примерку проводите с ними. Рукав должен сидеть гладко, без единой морщинки. Если во время примерки изделие сидит идеально, а кат не морщинит, втачайте рукав проймы со стороны рукава, расправляя ткань по обе стороны от строчки. Швы втачивания рукавов не заутюживайте ни на полочку, ни на спинку, ни в рукав. А только осторожно приутюжьте со стороны рукава, прижимая сборки. Выверните рукав на лицевую сторону и слегка оттяните, расправляя по окату. Пришейте подплечики. Домашнее задание. Выполнить обработку одношенных рукавов. Соединить рукава с изделием. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!